Я думаю, что многие из вас слышали о компании HyperX. Ну, по крайней мере, если вы хотя бы немножечко интересуетесь ПК, геймерством, вот этим вот всем. HyperX это компания, которая является саббрендом Kingston. И если Kingston выпускает комплектующие для ПК, то HyperX занимается выпуском именно аксессуаров. В прошлом году у них была довольно успешная модель наушников, которая называлась Cloud Alpha. И в этом году компания HyperX выпускает обновление, которое называется Cloud Alpha S. Которая доработана, улучшена и местами даже еще гораздо лучше, чем предыдущие наушники. Мы с вами быстренько это все дело распакуем. Само собой, наушниками я пользовался и просто вам должен показать, как здесь все устроено. И вот люблю, когда на наушниках все хорошо сразу. Во-первых, этот кобелечек нам будет нужен обязательно, мы о нем чуть позже поговорим. В комплекте есть мешочек для того, чтобы свои наушники переносить. После чего мы все это дело открываем, нас встречают сами наушники, это тоже понятно. Ну и в комплекте у нас есть еще сменные амбушюры, что тоже сразу невероятный плюс компании. Потому что, допустим, у меня есть иногда трудности с эко-кожей на наушниках, особенно если они плотно прилегают к ушам. А когда они вот такие вот из мягкой ткани, это очень хорошо в летнее время года, я думаю, многие оценят. Ну и кабель для подключения здесь тоже есть. Поэтому мы сейчас вот так берем то, что оно не нужно, обратно аккуратненько складываем. Мешочек, просто держим в уме, что у нас мешочек здесь есть. И это все мы складываем дело, вот так вот быстренько все сложили. Но не все, не все. Я забыл еще одну очень важную вещь, это микрофон. Тут микрофон оценяется. Итак, как мы понимаем, в комплекте есть все, что должно быть у геймерской гарнитуры в принципе как таковой. И наушники у нас выглядят очень похоже на первого поколения. Правда, теперь они вот с вот такой вот синей алюминиевой рамкой. И на ней в принципе держится вся конструкция. Вопросов к прочности в вот этом плане у меня нет. Они раскрываются очень хорошо. Они не давят голову. И вы в принципе быстренько можете себе настроить, как их использовать. Но у меня есть маленький вопрос по поводу вот этого крепежа. То есть то, как они держатся, очень легко все отсоединяется. Но это я не помню честно, как было у предыдущих Cloud Alpha. Было точно так же или нет? И возможно это просто проблема моего сэмпла, который у меня. Возможно его много рук до меня держали. Но вот этот момент меня лично немножко смущает. Возможно кому-то на это абсолютно все равно. И вообще нет смысла к этому придираться. Что у нас здесь по подключениям? У нас есть здесь два отверстия, в которые мы вставляем с вами микрофон. И непосредственно кабель для наушников. Кабель у нас вставляется по центру. Вот здесь. Желательно вот этой этикеточкой в эту сторону. И микрофон вставляется вот здесь рядышком. Вот таким вот образом. И у вас получается уже готовая конструкция для того, чтобы прослушивать музыку. Для того, чтобы слушать фильмы. Либо что-то еще. У этого кабеля длина небольшая. Она чуть больше одного метра. И его в принципе достаточно для того, чтобы взять и подключить к вашему ноутбуку. Если это ноутбук. И вот так вот использовать. То есть этого уже в принципе хватает. Но если у вас будет допустим какой-то ПК. То понятно, что этого кабеля может не хватить. Поэтому нам тогда на помощь приходит вот этот вот переходник. Скажем так. Я его называю переходник. Хотя на самом деле это не так. И это вот такой вот удлинитель. Который не просто удлинитель. А вот такой вот удлинющий. Можно просто обмотаться им сто тысяч раз. И подключить даже к вашей консоли. Потому что здесь у нас с вами USB на втором выходе. Но это не самое главное. У этого переходника есть вот здесь особенность. И особенность не только в регулировке громкости. Но особенность еще в том, что эту клипсу можно прицепить себе на одежду. И особенность в том, что здесь можно включить режим 7.1. Тут важный момент, который я сразу должен сказать. Потому что я допустим с этим столкнулся. И у меня даже было немножечко мнение. Испортилось о наушниках. Но оказалось, что просто я туполобый идиот. И нужно быть немножечко внимательнее. Расчет идет на что? То есть мы с вами вставляем в ноутбук USB. У нас наушники подключаются. И вот тут не светятся. Все вообще. Шучу, конечно. Нет, они не подсвечиваются. Это понятно. Когда мы включаем кнопочку 7.1, у нас наушники перестраиваются на звук 7.1. И если у вас будет аудиодорожка, которую вы слушаете просто в стереорежиме, в двухканальном, то звук будет искажаться. То есть понятно, что это просто какая-то песня, которая в MP3, 128 кбит в секунду. Или ВАВ, или АМР, или еще что-то. То звук будет искажаться очень сильно. Поэтому в таком режиме лучше его отключать. Но если это у вас игра, которая умеет выдавать 7.1, то его, конечно, обязательно включаем. И тогда звук будет гораздо более широкий, гораздо более объемный и тому подобное. Также здесь на этом пульте есть управление громкостью быстрой. И есть переключение на акцент на игру, либо на чат, в котором вы находитесь. То есть вот такая вот особенность тоже присутствует. Как и у любых уважающих себя наушников, конечно же, здесь есть возможность отключить микрофон. Это в 2019 году уже должно быть нормой абсолютно для всех, я считаю. И касательно самих наушников, их форма, она приятная, она не давит на голову. Тут, в принципе, у меня бывают, конечно, трудности с такими полноразмерными наушниками геймерскими. Потому что многие компании считают, что у геймеров такая малюсенькая голова, и нужно ее сжать посильнее, как бегемот из Волка, ступагоди, помните, вот так. Здесь такого нет, они очень легкие, их на голове практически не чувствуешь. Вот, отрегулировал себя аккуратненько, сделал и все. То есть это наушники, которые удобно носить. И тут есть еще некоторые особенности, которые нужно рассказать, конечно же, в плане звука. Потому что дизайн это хорошо, удобство это хорошо, но звук это совсем другое. Здесь у нас с вами установлены 50-мм неодимовые драйверы. И еще здесь одна особенность, это ее двухкамерность всей конструкции. То есть есть две камеры, в одной из них, грубо говоря, находятся высокие и средние частоты. Во второй, очень объемной, находятся у нас с вами низкие частоты. И когда у вас наушники находятся в таком состоянии, с вот этими закрытыми синими штучками, то у вас звук с абсолютно ровным АЧХ, то есть примерно как было в обычной Cloud Alpha. Здесь же дают возможность сделать звук более объемным, более басовитым. Если мы перемещаем вот эти синие задвижки на половинку, то наши басы становятся еще чуть-чуть больше. Если мы их отодвигаем полностью, то благодаря открывшимся вот этим вот камерам, мы получаем абсолютно нормальный, хороший, объемный звук. Мне лично нравится, когда полностью вот так вот открыто, тогда хорошие басы. Но если в игре, допустим, какое-то очень много взрывов вам прям забивают уши, то можно спокойненько себе закрыть и вам ничего мешать не будет. Но, как мы знаем, в геймерских наушниках не только комфорт и не только звук даже главное, потому что наши настоящие пацаны общаются со своими тиммейтами в чате, и мы с вами проверим, как работает микрофон. Надеваем наушники на голову, отрегулируем микрофон, как нам удобно, и примерно вот так вот они будут звучать. В четверг, 4-го числа, в 4 с четвертью часа, лигурийский регулировщик регулировал... Потрачено, как обычно, не получилось. Вот, при этом, что мне нравится в этом микрофоне, у него есть активное шумоподавление, поэтому если у вас что-то шумит, это будет подавляться. Ну и мне нравится то, что у него есть такой встроенный лимитер на рейдж. Если там, допустим, вы начинаете рассказывать, мамку твою на свидание водил, то это, в принципе, звук должен быть без зашкалов. Вот, и это огромное преимущество, потому что большого количества микрофонов, которые геймерские, иногда без этого обходятся, и начинается с завышения звуков и так далее. Здесь этот лимитер спасает, конечно. Вот, и в целом наушники, конечно, оставляют приятные ощущения. Я бы не сказал, что это самые крутые навороченные наушники, которые я использовал, но при этом за эти деньги стоят они порядка 3 700, если не ошибаюсь, что это порядка 3 700 гривен, где-то это 3 700 или 3 800. За эти деньги это очень универсальные наушники действительно высокого класса. То есть они хорошо, в принципе, проигрывают и музыку, если не включать 7.1. Очень важный момент, потому что если 7.1 включить, то все посыпется совсем полностью. Но это проблема не наушника, проблема того, что вы музыку не 7.1 слушаете. Вот, то есть этот момент включаем только для контента, у которого есть 7.1. Есть 7.1, включаем. Нет 7.1, не включаем. Все крайне просто. Вот, и они хороши и в музыке, и в фильмах, и в играх. То есть, действительно, такое универсальное решение, которое, в принципе, может абсолютно все. Вот такие интересные, на самом деле, наушники получились у HyperX. Повторюсь, еще раз, называется Niklau Dalfa S. Ставьте лайки, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Ну и, конечно же, до новых встреч.